Добрый день! Прошла неделя. Как всегда, мы приветствуем вас в Петербурге, на Моховой улице, в учебном театре знаменитой театральной академии. Наш сегодняшний гость блистательно владеет профессией, которой никогда не учился. Он вообще говорит, что вся его жизнь – это цепь случайностей. Лукавит ли он? Случайности ли это или закономерности? Я думаю, сегодня мы во всем с вами разберемся. Встречайте у нас в гостях замечательный актер, народный артист Литовской ССР Йозас Будрайдев. Присаживайтесь. Я хочу начать с события, которые не так давно случались в вашей жизни. Недавно вы закончили свою карьеру. Но не пугайтесь, не актерскую карьеру, а дипломатическую карьеру, которую посвятили 15 лет. Это для вас что была? Такая роль серьезная или какая-то ответственная политическая задача? Да, это такая была долгоиграющая, многосериальный фильм такой для меня. А все-таки фильм? Ну да, все-таки как-то я оставался внутренне киноактером. Но не знаю, как судьба так распорядилась, что я все-таки согласился на эту роль. На эту роль. И я не желаю даже, потому что будучи в Москве, да, в Москве 15 лет, я все-таки объездил очень много городов российских и познакомился с многими замечательными людьми. И это у меня очень большое богатство, которое я приобрел. Я об этом очень буду долго думать. Как правильно называлась ваша должность? Атташе по культуре Литовской Республики в Российской Федерации. Но, смотрите, я в своем вступительном слове, я ведь правильно сказала, что вы актерской профессии не учились. Значит, в дипломатической школе вы тоже не учились. Как вам так удается? Вот вы всю жизнь как-то так без образования пристраиваетесь? Вот так я сам удивляюсь, когда получается. Как-то так вот втергиваюсь, как-то втюриваюсь или как там влезаю, непонятно как. И потом я должен сказать, что мне жизнь сама распоряжается моей судьбой. Я, в общем, особенно никаких усилий не делаю. Она делает свое то, что нужно. Но у вас диплом юридический есть? Да. Вы были следователем? Да. Боже, как интересно. И что это была за роль? Ну как, я был следователем и, в общем, вел дела некоторые. Правда, немного, много не удалось, не успел, но некоторые все-таки провел. У меня был такой случай, что еще на практике, когда студентом был, меня пригласил из милиции следователь, чтобы я пошел с ним на рынок искать спекулянтов, которые продают сверла. В Вильнюсе был завод сверл, а это страшный дефицит был в Советском Союзе. И такие маленькие сверлы побольше всякие. И они тут раскладывали такой кармашек, делали, туда вставляли сверла и ходили по рынку, так и показывали всем. Вот, я должен был выслеживать, так сказать, кто этим занимается и сказать этому следователю. Ну, и у меня был плащ желтый, черный берет. Очень неприметная, правда, была одежда? Я надел черный берет, значит, я надел черные очки. И так, кстати, как-то смотрел за фильмов, так и решил тоже, так сказать, просмотреть все. Он мне сразу замечание делал, говорит, слушай, ты посними эти очки и берет, потому что на тебя уже подозрительно смотрят, так что уже попался сам. Но нашел все-таки, я увидел, кто эти сверла делает. И потом мы делали обыск в квартире. И там мне сказали, из этой двери никого не впускать и не выпускать. Я стою у двери, подходит красивая девушка такая, видимо, дочь этого человека. Она хочет войти, говорю, нельзя. Она так на меня посмотрела, как плюнет в угол. Думаю, да, заслужил. Но прошла неделя, я вижу, в городе идет красивая девушка. Ну, где она мне виданная где-то? Она, мимо проходя, мне бросила собака. И тут вы поняли, что это не ваша профессия все-таки? Нет. Нет, я не понял, что не моя профессия. Подожди. Так вы собирались серьезно всю жизнь этому посвятить? Наверное, да. Наверное, да. А что-то странного, тут ничего странного нет. Как-то ничто не указывает на то, что вы, ну, хотя бы как-то подсознательно хотели быть актером. Вообще этого в жизни не было? Нет, нет. Я актером вообще-то никогда не мечтал особенно. Ну, так смотрел кино, но чтобы хотел стать актером. То есть себя там не видели? Нет, нет, нет. Я видел себя в другом. Я видел в кино, да, в кино я видел себя, но только когда я носил коробки из одного кинотеатра в другой. Вот крутит одну часть, да, и надо перенести в другой кинотеатр. И вот это я и бегал. И заслуживал просмотреть фильм без... Бесплата, да? А первая моя заявка на кино, это было, когда показывали трофейный Тарзан. Тарзан. Это было страшное в очереди тогда в кинотеатрах, и мы пацанами скупали билеты, потом перепродавали. И этот человек работал в прокуратуре. Спекулянтом был. Да. Но вот что значит, его величество случаев. Случилось в жизни нечто. Как оно случилось, мы узнаем чуть позже. А сейчас я хочу предложить нашим зрителям посмотреть небольшой фрагмент, чтобы понять, о чем идет речь. Пожалуйста. Бронис. Чего? Ты теперь старший в семье. Запрети, да надо сутискать Алдона. В городе у него баб сколько хочешь. Жалко девку. Он взрослый человек. Разве запретишь? Поговори с Алдоной. Самому небось охота, а? Ладно, поговорю. Письма в городе секретарю отдашь. Хорошо. Его багаж очень выигрывает в том смысле, что у него нет никакого там актерского багажа. И каких-то набранных уже, да, вот, вот, так сказать, ну, грубо говоря, штампов никаких. Он просто не имел возможности еще набрать. Вот в этом его и сила. Я признаюсь, я завидую ему. Его интуиции, его замечательную интуицию, что он подходит к образу, персонажу интуитивно. Мы еще понимаем, когда к детям подходят на улицу и говорят, мальчик, хочешь в кино, девочку, но чтобы к дяденьке взрослому подошли на улицу без образования, позвали в кино. Как это бывает? Ну, как, я не дядюшка был еще. Но взрослому человеку. Ну, да, я уже был студентом, да. Был студентом, так, пришли, просто подошли и сказали, не хочешь сниматься в кино. Я говорю, не знаю. Подумал, подумал, а потом подумал, что было бы, наверное, хорошо, потому что стипендия-то маленькая была. Сказали, 13 рублей буду за съемочный день платить. Ну, это уже большие деньги были. Ну, согласился я прийти на студию, меня сфотографировали. Потом сказали, ну, мы еще заснимем на пленку, сняли на пленку. А там я ничего не делал, потому что я не знал, что надо делать вообще. Никто ничего не сказал. Я стоял, кусал рукав. Почему? Ну, а так просто от нечего делать. И потом вижу боком глаза, что летит на меня винтовка. Я быстро схватил эту винтовку и потом с ней так туда-сюда, и не знаю, куда девать. Потом перебросил кому-то ее. Мы сказали, сняли, все, хорошо. И утвердили. Почему, вот я понимаю, там гонорар заплатят, студенческая жизнь бедная. Вас ничто не остановило, вот никакой боязни, что вы ввязываетесь в историю, которую вы не умеете делать. Дело в том, что любопытно было, да, любопытно, что это такое. Потом Жалакевич такой странный человек был, мне казалось, очень-очень-очень-очень серьезный и такой середитый казалось, и такой страшный, что взгляд у него был очень острый. И так глядел, что сразу хочется уменьшиться или исчезнуть вообще. И мне было очень интересно с ним общаться, работать. И когда мы сняли, никто не хотел умирать. Это был такой успех большой этого фильма, что просто нас выносили на руках из кинотеатра художественной. Да что вы, в прямом смысле? Да, в прямом смысле вынесли на руках. И после этого, конечно, было очень много-много-много предложений, которые, так сказать, поступали сниматься с разных студий. И я, может быть, и остановился. Но дело в том, что мне было очень интересно, так сказать, подождать, а вдруг Жалакевич еще будет что-то снимать. Потому что мне безумно понравился этот человек. Скажите, а как ваши родители отнеслись вообще вот к такому повороту вашей судьбы? Ну, никак. Ну, как? Ну, подождите. Сцена на руках выносят из кинотеатра. Здесь какая-то безумная популярность. Значит, прокуратура, ну, еще не по боку, но скоро пойдет по боку, и они никак к этому не отнеслись? Нет, ну, отец очень хотел, чтобы я был адвокатом. Очень хотел. Но отец был разочарован, что я пошел в кино. Но когда он посмотрел несколько фильмов, правда, никто не хотел умирать, и он вообще посмотрел и больше со мной не разговаривал об этом фильме. Вообще, так же, сказал, но о фильме не разговаривал, потому что ему это не понравилось, он сказал, что это неправда. Ну, потом он некоторые фильмы смотрел с удовольствием даже. Так подшучивал, подсмеивался, но говорят, ну, ничего себе, самоучка, а вообще неплохо играешь. Убедительно. Да, ну, потому что я смотрел на хороших актеров, я учился сам. Я учился во время съемок, никто не хотел умирать, я учился из «Одумайтесь», который только что сказал, какие-то слова в мой адрес. Баньониса, Масюлиса и так далее, они были уже мэтры тогда, я пытался что-то у них узнать, увидеть. Иногда удавалось что-то делать, да. Но все равно в любом случае должен, так сказать, положиться на себя, не на кого больше. Но, смотрите, у нас молодые люди, студенты театрального института. Мы находимся на сцене учебного театра, театрального института. И вы пытаетесь им объяснить, что, в принципе, можно научиться, да? Как? Ну, как? Знаете, во-первых, конечно, нужно что-то иметь от Господа Бога, чтобы, так сказать, добавить учебу еще. Потому что, конечно, работа 99%, как говорят, таланта 1%, но все-таки 99% надо вложить. И этот 1% тоже должен быть. Поэтому, видимо, у меня было Богом дано, так сказать, фотогеничная внешность. И вот это меня и вывело, потому что, в основном, потому что, ну, якобы хорошо смотрелся на экране. И, в общем-то, какие-то глаза, которые тоже хорошо смотрели. И поэтому мне давали роли играть всегда без слов, без текста. Да, это действительно у вас много таких ролей. Чтобы я смотрел, и, так сказать, снимали меня крупным планом. Нахапетов так и говорил – мастер крупного немого плана. Потом, конечно, моя внешность стала портиться, и, как теперь видите, уже совсем ни к чему. Но все-таки, я должен сказать, что для кино, я актер кино, считаю себя, и никак не театр. Для кино очень важно, как человек живет, чем живет, чем питается и какой образ жизни ведет. В смысле? В смысле, вы имеете в виду лицо? Нет, внутреннее содержание. Это то, что человек видится через глаза. Поэтому надо какой-то вести образ жизни, вкладывать в себя очень много. И когда-нибудь это что-то вылезет в данный нужный момент, в нужной роли, в нужном месте. Если позволите, я хочу предложить вашему вниманию фрагмент одного фильма, очень хорошего фильма. Я хочу, чтобы он стал таким неким эпиграфом к следующей странице в нашем разговоре. Как мы можем уравнять себя с ними? Ты не прав, брат. А твоему она права? Не знаю. Откуда нам знать, каково ей было, одной? Не ради сия. Может, она и не решилась бы на это. Тогда не время было детей рожать. Ха! Это действительно хороший, крупный план. Это фильм про подранки. Но почему нам захотелось именно его сейчас вспомнить, хотя про фильм, наверное, можно отдельно долго говорить. Каким было ваше детство? Вот каким? Она же попала на очень сложные годы, на вот эту послевоенную военную историю. Она была счастливым всё равно. Вот с глазами детей. Как такое время смотрится? Ну да, я не могу жаловаться. Я думаю, что моё детство было счастливым. Во-первых, потому что я имел любящих отца и мать, и братья и сёстры. И просто система, система государственная, она меня никак не волновала в то время. Вы были слишком маленьким, чтобы понимать вот эту историю. Абсолютно. Я просто очень радовался, что я могу поехать в деревню. Нас вывозили из Клайпеда, я живу в Клайпеде. Вывозили каждое лето, вывозили в деревню. Меня с сестрой по-старшему. Ну и там рай просто рай. Потому что там, как приедешь, сразу все ботинки, всю одежду скидываешь и становишься свободным, волным человеком, когда бегаешь за коровами, бегаешь за волцами. Куры – это было позже уже. Да, это попозже. А тогда эти курицы ходили свободно, никто, я их не трогал, только, может быть, яйца иногда находил в гнезде. А там мы, значит, собирались из этих сёл, люди, которые, ну, пацаны, дети, все, которые сгоняли весь скот в одну кучу и куда-то выгоняли на пастбище. А там нас примерно набиралось, так, пацанов 6-7. И вот мы бегали за этими коровами, их туда поворачивали, чтобы они не шли куда не надо. Мы ездили на баранах верхом, в рога вцепишься и, так сказать, скачешь на нём. Мы ходили всё время босиком, нам приносили, перед обедом приносили пищу, так сказать, на полдень, да. Это было толстый литовский чёрный хлеб, намазанный маслом. А как вы вкусно рассказываете! На нём наложенный кусок большой, толстый, белого сыра. И вот это ешь, и ещё ложкой берёшь мёд, макаешь, так сказать, в мёд. Вот оно! Счастье детское, да? Да, и это запиваешь молоком, а потом ещё окорок, кусок, значит, проглотил, и доволен, дальше бегаешь. Потом, когда уже день кончался, значит, мы уже, так сказать, сумерки такие были, мы гнали этих всех своих животных домой, мы пели песни. Вот теперь этого никто не делает. Какие песни вы пели? Чтобы подростки, пацаны пели песни народные. И, конечно, это незабываемое, это самое счастливое, самое счастливое мгновение моей жизни. Думаю, что более таких минут и секунд не было у меня. Может быть, только ещё было по восприятию, по ощущениям и по подъёму душевному, это было, когда родилась моя дочь. Это тоже был для меня просто всплеск эмоций и хороших чувств, и то, что помню до сих пор, самые мелочи. Интересно, у вас же в альбоме, в семейном, хранилась, я не знаю, хранится ли она сейчас, фотография советского лейтенанта хранилась? А, ну это когда... Почему? Почему у вас тогда, знаете, солдаты русского хранились? Когда шли войска туда-сюда, какой-то солдат был ранен, русский солдат, и мама просто его решила подлечить. И она его закрыла в каком-то сарае, носила ему пищу и залечивала. А потом он остался там. Он остался какое-то время, был, помогал по хозяйству и так далее. Ну и, в общем-то, а потом я уже не знаю, куда он исчез. Так что фотографии остались. Кто-то снял то ли на документ какой-то, то ли что. Эта фотография в семейном альбоме, как была, так она сейчас и там есть. А кто для вас всё-таки в семье был важнее, чьё слово было последним? Мамина или папина? Ну, всё-таки, конечно, папа, хотя он был очень мягкий человек. Мягкий? Да, очень был мягкий, такой добрый, такой хороший, что все соседи его называли золотой человек. Мам, ну отдадим людям, ну людям нужно, давай отдадим всё. Ну зачем нам это? Ну обойдёмся, ну человеку нужно, давай мы его отдадим. Нет, всё-таки нам тоже нужно. И нет, нам надо это сохранить. Мама так прижимистая была довольно, потому что она была из богатого рода, знатного, польского происхождения, дворянского, и такое воспитание, что у неё было, вот всё такое заведено, аккуратно, чётко, с правилами, и нам, допустим, пять часов пить кофе, да? Нам, пацанам, футбол хочется гонять, а тут надо приходить, пить это самое, кофе, который я ненавидел. просто этого позже. Мне это противно было, значит, а его надо пить, потому что так заведено. Ну вот, и поэтому, наверное, надо сказать, что всё-таки мама настаивала на своём верховенстве, в конце концов, да. Хотя, допустим, меня отец ни разу не, наверное, не ругал, и даже не прикоснул. Нет, было. О, ремнём. Рукоприкладство было. Это, значит, когда, помню, он работал на тяжёлой работе в одно время, и заработал тяжёлые деньги, мама была больна, и он сказал, пойдём со мной, ты принесёшь мою зарплату, когда я, а я останусь на работе. Я пошёл, эту зарплату забрал, зажал, а тогда деньги такие были, 100 рублей такое полотно. Я зажал эти деньги в кулак и бежал быстрее домой. Но по дороге я заходил, и в школу когда заходил, я заходил и в канцелярский магазин письменных товаров. Потому что мне там страшно нравился календарь. Избушка на курик ножках, а окошках циферки, дни и месяцы, и недели, всё написано. И когда с другой стороны крутишь кольцом, то там появляются циферки и названия месяца и дня, и года, и недели. И мне это так хотелось иметь, просто, ну, просто не знаю, как хотелось иметь, наверное, больше всего в мире мне хотелось иметь календарь. Я на него прихожу и так и гляжу. Этот продавец говорит, тебе нравится? Я говорю, да, нравится. Ну, дал пощупать один раз. И вот тогда с этими деньгами я примчался в этот магазин, мимо пробежал, думаю, погляжу ещё на этот календарь. Я так облокотился, а тут деньги все висят. Я смотрю на этот календарь, говорит, пощупать хочешь? Я говорю, да, 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 пощупал. А у тебя денег много, говорит. Так ты купи, что ж ты будешь? Будешь всегда иметь этот календарь. Да, ну, не могу, это деньги, папа сказал, домой нести. Ну, это немного, это сколько тут тебе? Ну, смотри, тут вот я мелочь возьму тут совсем. Это как раз мелочь абсолютная. Он мелочь какую-то взял, я остальное зажал, календарь под мышку и домой. Так. И вижу, что отец уже дома. И тогда я засунул календарь за пазуху, а отец говорит, ну, где деньги? Говорит, вот. А тут не хватает, говорит. Да, говорю, да, я купил календарь. Ну, говорит, хорошо, снимай штаны. О, как? Да. Я снял штаны, он зажал мою голову меж коленок и мне так отхлестал ремнем, который он снял, но он увлекся и мама остановила даже. Хотя мама хлестала меня почаще, но не ремнем, а просто чем попало. Э, негодник-то опять, ты что-то натворил, и хлыст чем-нибудь таким. Удивительно, что мы вас знаем столько лет, а все-таки очень редкая возможность увидеть вас настоящего, услышать вас настоящего. Я хочу предложить небольшую нарезку из ваших фильмов. Мы специально подготовили к нашей сегодняшней встрече. Может, кто из вас угадает, что мы имели в виду? Заклинаю вас не относиться слишком критично к поступку, совершенному мной очень давно в дикой и глупой юности. Это будет гениальный способ маскировки. Такого еще не было. Наличие рук позволяет работать. Отсутствие ноги, естественно, потерянной на фронте гарантии тому, что агент при поступлении на танковые предприятия не будет подвергнуть специальной проверке. Получал все время записки. Если будешь председательствовать, прихлопнем. Домовой. Мне было тогда меньше года, когда не стала матери. сестра осталась со мной на руках, а их усыновили. Понимаете, запахи, как мелодии. Одни подряд, другие волнуют. Третий, скажем, мак, опиум. Есть запахи радости, нежности. И мы, как композиторы, созрем, так сказать, свои симфонии, фуги. Кто понял, в чем состоял вопрос? Переозвучка. Переозвучка. Разными. Вы говорили всегда разными голосами. Почему? Как так получилось? Потому что вот повезло, там, Бонионису, которого много-много лет озвучила Демьяненко, и для нас этот артист существует с этим голосом. Для нас даже Бельмондо живет с голосом Караченцева. Почему вам не подарили один голос? Ну, наверное, много лики я такой. Но, с другой стороны, очень много озвучил меня актер-философ. Его голос вам нравится? Он подходил мне, психофизически подходил. Так. И мне кажется, что я даже другой раз не отличал, где я говорю, да, как я хорошо говорю по-русски. Без акцента совсем. но последнее время я уже стал сам выучивать но просто из тех кто вас озвучивал философ губенкова нахопетов мактуновский да смактуновский озвучил так сказать этот самый когда когда он хотел сняться в этом фильме вот опасный возраст прошкин сказал что знаешь кеша если ты будешь играть то не совсем эта история получится понимаешь возраст уже все-таки другой хорошо да я понял да понял ну хорошо тогда я буду озвучивать хорошо ну и ему разрешили озвучивать а когда он начал озвучивать наверно он мне мстил потому что делать совсем совсем таким старикашки ну что поделаешь вот я вашего мнения вообще не спрашивали режиссер и когда озвучивали нет нет не не спрашивали я даже не обращал внимания пока как озвучит а какая разница мне все зритель поймет а вас узнают на улицах вы сегодня такой застрятали за очки и за бороду узнают займут узнают да узнают узнают и должен сказать что узнают и как ни странно радуются а поклонницы ваше какого возраста сегодня вот не интересно они вместе с вами взрослеют или вы чувствуете что прибывает новая волна ой как тяжело то вздохнули знаете поклонницы было время такое когда вот я шел по тротуару да иду нормально ничего не нормально спокойно то иду и чувствую так сторонами глаз что меня стреляют девчонки да такие стрелки летят меня вот этого еще конечно становишься таким как сказать противное слово но кабель да а теперь вот сам я погляжу иногда но на меня уже никто не стреляет вот это вот я заметил что вот так изменилась такая произошла вот метаморфоза метаморфоза и ну вот если бы сказать есть ностальгия по прошлому я бы сказал да да когда стреляли глазки внимание на экран и так что мне в приданное полагается сложно сказать доченька времени стоит земля крутится может тушенка но мы же не чужие тушенка китайская просроченная и цены на нее в два раза упали давай кафель доченька помилосердствуй плитка вечером таллин уходит давай медикаментами товар высшего качества ходовой цены устойчивые дам пять вагонов согласно что сделали с достоевским и вы в этом принимаете участие почему такой такой архаус какой-то проект почему нет это авантюра может быть на мере да я внутренне имею это это качество а что вы да есть 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 поэтому мне я даже снимался очень много раз у молодых студентов вы что так легко соглашаетесь коротких фильмах я всегда соглашался там даже деньги не платили почему вообще соглашает мне интересно как вот поведет себя молодой человек куда он ведет что он делает какую глупость выкрутит и так далее и самому интересно посмотреть какую глупость я попаду и как потом буду выкручиваться это тоже но это это поиск себя между прочим на поиск себя это всегда всегда в жизни очень важный процесс поиск себя потому что мы никогда не знаем какие качества у нас есть только когда наступают определенные моменты или так сказать какие-то напряженные моменты или вообще страшный момент мы тогда только себя некоторые качества узнаем когда говорит вот бьют человека а вот ты прошел бы мимо или или ты заступился бы если ты увидишь с ножами там да я говорю я не знаю потому что я одессит и не могу сказать что заступился бы откуда я знаю может я убежал бы со страху я я я я не испытал себя в этом смысле может быть я трус страшный может смелый человек и поэтому надо всегда себя познавать опознавать себя сложно сложно потому что всегда хочется думать что я лучше не жили на самом деле обо мне думает или что я есть хочется быть хорошим иногда но есть много отвратительных качеств скажем во мне тоже и я должен сказать что их семье я не всегда был положительным человеком и я пытался с этим бороться но знаете очень трудно побороть какие-то свои врожденные врожденные качества они пришли откуда-то там дедов прадедов о моя дочурка вот как она родилась так она так прилипла ко мне и все я понял что я пропал потом она все росла и думал вот будет под окном стоять какой-нибудь парень с ней застрелю какая ревность с парнем стоял и под окном и сам я глядел сверху через окно и думал когда же она вернется и ждал пока она вернется иногда было уже и довольно поздно и все равно все равно ну и что жизнь такого а у вас ведь жена она был химик аналитик это такая специально до химиками это высшая математика высшей-высшей математики я просто очень вы когда познакомились с ней вы уже были актером или вы были еще следовать она студентка была я был студентом то есть она выходила замуж за юриста ну кандидат юрист кандидат юрист и вот молодой исследователь прокуратуры и так далее она как отнеслась к тому что в результате она стала женой известного советского актера а потом еще и дипломатор но надо как это метаморфозе от этого не было счастливой почему потому что ну во первых во первых я очень часто удалялся из дома это самое противное и самое плохое в семье что может быть потому что я не живу семьей мои дети растут без меня все ложится на плечи жены и какое счастье это поэтому конечно удовольствие большого не было но в окончательном смысле она конечно потом свыклась с этим и так сказать а куда деваться мы любили друг друга и сейчас еще люди но если бы она вам сказала не уходи в это актерство не бросай может быть вы бы и не пошли не это не говорила она не говорила она даже она ни в коем случае такого не могла сказать даже она просто реагировал определенно да я понял что это не нравится но она меня не отговаривала так же как она не отговаривала меня от дипломатической службы просто я знал что она не хочет въехать в москву и она не любит москву ее не затянешь в москву питера на с удовольствием а москву ни за что и теперь ехать и работать и жить в москве так она ни за что и поэтому я и говорил когда меня соблазняли министры говорю да нет 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 я не могу я не буду я вообще никакой чиновник никогда в жизни не был я никогда не был никакой партии никакой организации я был только сам по себе и поэтому я не знаю как это с девяти часов до шести часов сидеть на работе этого не понимаю как это надо галстук носить каждый день его не имею вообще и отказывался все время но они меня так донимали донимали все время а потом я жене говорю так вот меня уговаривает от аташе по культуре поработать в москве да я бы поехала о как ты поехал то есть ее слова стало решающим я пошел второй день к министру я еду я еду и он сказал ну хорошо приходи понедельник ко мне работу значит ко мне в кабинет и мы поговорим я пришел у меня был тогда кричатый пиджак такой хб брюки мятые сколько возможно какая-то рубашка такая досюда расстегнута волосы до сюда значит пришел я вижу на него он у меня долгая пауза у него стеклянные глаза такие прозрачные смотрит 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 свой я говорю господин министр я вас понял я одет не по протоколу он говорит да хорошо до свидания завтра приду и тут же прямо в универмаг купил себе австрийский костюм первый раз жизни купил себе два галстука для разнообразия рубашечку пошел постригся и началась дипломатический стрелся пришел на другой день к министру он опять так смотрел смотрел на меня теперь хорошо говорю до соответствует дипломату вот и мы договорились но почему жена так сказала я думаю что она хотела чтобы я был оседлым человеком давайте мы несколько хотя вопросов из зала послушаем здравствуйте фильме опасный возраст вы играете нюхача скажите а в жизни вы так так же хорошо разбираетесь в духах жизни до жизни я вообще не разбираю духа как же выжение духе дайте один раз я один раз как-то куда-то шел и что-то увидел бутылечек там стоит начать а так что-то на себя да и жена мне говорит слушай это что ты от откуда это женские на тебя духи то почему думаю я чувствую женские ну я вы так вот из этого бутылечка а я думал что где-то прикасался к этому я действительно не понимаю запаха я знаю только ну знаете чего могу сказать кофейку запах чувствую чувствую запах некоторых напитков чувствую запах литовского черного хлеба очень хорошо я даже освежая его и сейчас с удовольствием бы проглотил бы кусочек такого хлеба в мире больше нигде нет черного как в литве приезжаете увидеть убедитесь вот ну и еще я очень люблю запах жасмина когда он цветет просто обожаю балдею от этого а вот скажите пожалуйста почему-то некоторые считают что чем талантливее человек тем он глупее а вот вы с этим согласны спасибо ну не наведу и что я талантливый мне кажется что мне таланта не хватает как это даже я воображение плохое то есть есть все таки вещи где вы даете сбой да ну может быть действительно так вы сказали его правильно наверное потому что думаете вчера говорил что актер вообще-то дурак дурак актер должен быть дурак если он не дурак то он плохой актер откуда он это взял я не знал не знаю потому что сам далеко не дурак а он хороший актер правда нет но понимаете дурак это ну дурак красивое слово мне нравится дурак и обзывать как нравится дурак по-русски именно по литовски недалеко отличается дурнис дурнис дурак дурнис это почти родственная до слова ну и дурак не сделал мы дурак не взял мы дурак пропустил мы дурак ну это совсем безобидное дело поэтому если это имеется ввиду что почему нет я могу быть дураком здесь спрашивают каков национальный литовский характер но я думаю это длинный ответ а что вас от настоящего литовского характера есть во мне во мне есть же май тиска и я жимаетесь это жмудь это жмудь западная литва которых крестоносцы никак не смогли победить потому что не такие упорные упорные упрямые упорные упорные и упрямые действительно меня жена всегда обзывает ты настоящий стопроцентный же мэй тисда как упрется в свое так уже не сдвинешь с места я за слабо сва коррес а чо лобэй лобэй герас ваккарас хотела спросить у вас вам присущие привычки ну обычные привычки литовских мужчин ну это рыбалка и баскетбол да баскетбол я то есть вы болеете ли играете нет я я играл баскетбол я играл за сборную школы и даже за сборную района играл баскетбол я был центром потому что все другие были поменьше меня ростом и я был самый длинный и самый худой и меня центром поставили ну играл неплохо надо сказать потом бегал дистанции 800 и полторы тысячи метров это тоже был мой конек я достаточно хорошо там бегал вот и почти пожалуй весь спорт чем я занимался здесь спрашивают самый неожиданный поступок в вашей жизни ну тяжелее вопроса не может быть потому что ну такой уж из ряда вон выходящего не помню чтобы был а таких неожиданных а то что вы свою жизнь все-таки вот так развернули вот это же было для вас неожиданно пожалели когда-нибудь об этом ну были бы уже каким-то генералом ну знаете интересно все таки но и разнообразие говорят что каждые семь лет надо менять профи работу до деятельность я старался это делать меняться и меняться и и так далее мне и мне было бы интересно сейчас я знаете о что думаю вот у меня возле гостиницы есть магазинчик небольшой так я туда хожу покупать воду яблоки там творожек и там есть этот продавец магазина и они там так красиво работает ашот руководитель магазином и я говорю захотел спросить у него как это делается вот я хотел бы иметь маленький магазинчик теперь да вот хотел бы быть торговцем сейчас подумал так вот совсем совсем бы интересно мне было бы попробовать если вы в вильнюсе открыли маленький магазинчик я в порядке потому что немало людей хотели бы к вам просто зайти если бы вы еще там я думаю что это и сделаю да только вот хочу что-то спросить вот как можно за аренду так заработать деньги чтобы оплатить аренду по крайней мере и оплатить оплатить все счета которые нужны останется не останется бог с ним уже неважно главное чтобы долгов не оставить вот вот можно покрыть или нет если он скажет что можно тогда я буду магазинчик заводить будет здорово слушайте интересно посмотреть будет на вас в этой роли мы только пожелаю вам осуществление это этих вещь то что они красивы прогрессе мечты но мы вас не отпустим без кого-то допустим всем но в первую очередь может быть молодым людям для которых этот театральный институт теперь вот если я раньше вот как только мы начинали я хотел убежать сразу то теперь хочу не убежать и еще остаться потому что я чего-то не досказал чего-то не так сказал чего-то занудил и поэтому сейчас я не уйду я я должен сказать должен сказать что мне очень было радостно что я увидел такую замечательную очаровательную женщину которая передо мной сидит и которая так легко непринужденно может беседовать и провоцировать я очень рад познакомиться с вами хотел бы также поблагодарить за терпение вот этих замечательных людей терпения которые не проявили выслушивая меня который ничего вам не сказал такого стоящего ценного а ведь мог бы может быть спасибо вам огромное а